Ежедневно с автовокзала Черкеска, как по внутренним направлениям, так и в другие регионы и города России, отправляется более 50 автобусов. Очередной рейд инспекторов ГИБДД и ДТН «Автобус» направлен на снижение аварийности, соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров. Насколько безопасен транспорт, который каждый день выходит на трассу, расскажет Дарья Тендит. На автовокзале, где повседневная суета сливается с ожиданиями пассажиров, очередной рейд проводят инспекторы ГИБДД и ДТН «Автобус». Все внимание инспекторов обращено на водителей маршрутных такси, рейсовых и междугородних. Они ведут тщательную проверку многочисленных автобусов, которые готовы отправиться в путь. Здравствуйте, инспекторы. Документы предъявите, пожалуйста. Пожалуйста. Водительское удостоверение, страховые свидетельства, наличие путевых листов и диагностических карт, огнетушитель, аптечка и, конечно, работа системы ГЛОНАСС и техническое состояние автобуса. На все это обращали внимание инспекторы. Строгие требования и к самим водителям. Особое внимание обращено на режим труда и отдыха, установленных для шоферов. Ни одно нарушение не проходит мимо. Служба по надзору в сфере транспорта уделяет внимание техническому оснащению, а также безопасности в ходе перевозок, оснащению системой ГЛОНАСС, оснащению тахографами, соответственно, соблюдение режима труда и отдыха. Наличие лицензии – это право на разрешение перевозки пассажиров, а также страховка пассажиров. Шамиль Уртенов с 2003 года работает водителем по маршруту «Черкеск-Карачаевск». Установленные требования он соблюдает и ответственно относится к перевозке пассажиров. В ходе проверки документов и технического состояния автобуса нарушения обнаружено не было. К подобным проверкам Шамиль относится спокойно. Ну, соблюдаем требования. То, что говорят они, то и мы выполняем. Стараемся все выполнять, как говорят они. Нарушали? Ну, по мелочи иногда бывает, но в основном я не нарушаю. Я законопослушный гражданин. А вот скажите, в этот раз как прошла проверка? Все ли в порядке? Лично у меня нормально все. В проведении наших рейдов все пытаются соблюдать обязательные требования. Соответственно, нарушения потихонечку они исправляют и приводят в порядок свои транспортные средства и пытаются соблюдать законодательство. Водители маршрутных такси хоть и привыкли к постоянным рейдам, однако не все не могут похвастаться порядком в документах. Все же нарушение инспекторам удалось выявить. Государственными инспекторами проверено около 35 транспорта. Привлечено 11 водителей и собран один материал для дальнейшего привлечения должностного лица. В ходе проверки водители, которые нарушили статью 11.23.3, будут оштрафованы по минимальной сумме 1500 рублей, так как ранее не привлекались. Скажите, а максимальный штраф сколько? От 1500 до 2000 на физическое лицо, от 7 до 10 на должностное и от 20 до 50 на юридическое лицо. Пунктов, за которые могут оштрафовать, много. Но у инспекторов нет цели наказать рублем. Главное – обеспечить безопасность пассажиров. Дарья Тенди, Талий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.